Действующий способ, как завидное чужое мнение. Всех приветствую, друзья, с вами Ник. Сегодня мы обсудим, наверное, самый важный аспект жизни человека во время того, как он хочет прийти к своей какой-то цели, к желаемому результату. Каждый человек, после того, как он поставил себе цель, задачу, допустим, будем брать абстрактный пример, я хочу научиться играть на форте пиано. Сразу же после того, как он это сделал, у него горят руки, у него горит мечта, он садится, покупает себе форте пиано, начинает играть. Понятное дело, что человек не может изначально отлично играть на форте пиано, ему надо учиться, в этом и суть научиться. Но когда он начинает играть, у него получается полное дерьмо. И окружающие его люди начинают говорить, что ты лох, у тебя ничего не получится. Начинают его чмырить, начинают его гнобить, начинают унижать. И я думаю, в этом вы узнаете себя многие, потому что если вы начали смотреть это видео, думаю, логично, что вы хотите решить эту проблему. И проблема это непосредственно влияние окружения на вас. То, как вы воспринимаете их критику, то, как вы реагируете на это, ломает это вас, или вы продолжаете двигаться дальше. На эту тему мы сегодня и поговорим. Я расскажу вам самый действенный способ, как избавиться... Это смешно. Так, в общем-то, я расскажу вам самый действенный способ, как избавиться от этой привычки реагировать постоянно на то, что говорят вам окружающие. Продолжать действовать, несмотря ни на какие обстоятельства, быть сильным. И просто забить хер на этих идиотов. Давайте вернемся к тому абстрактному примеру про форте пиано. Но вы в этом обязательно узнаете себя, и это вам поможет. Так вот, мы остановились на том, что вы захотели... У вас горят руки, вы хотите научиться играть на форте пиано. Вы насмотрелись кучу роликов на ютубе, кучу коучей, как это делать. Возможно, даже записались в музыкальную школу. Хорошо, вы купили себе форте пиано, начали играть. Но вы также хотите развивать свою медийность. Вы также хотите быть медийным человеком, и чтобы про вас знали, как про великолепного игрока на форте пиано. Вы начали в инстаграм выкладывать свои ролики, где вы играете, где вы учитесь играть на форте пиано. Конечно, вы играете всего лишь полгода, и у вас получается полное дерьмо. Ну, то есть, объективно, ну, говно получается, но это нормально. То есть, в этом нет ничего плохого. Вы понимаете, что это начало пути, и так и должно быть. У вас не может получаться сразу. То есть, для себя, внутри себя, в мотивации себя, вы понимаете, что все нормально. Вы понимаете, что это ваш путь. Это начало вашего пути. Вам нужно еще много-много учиться, чтобы стать медийным музыкантом. Но так получается, что инстаграм продвигает ваш профиль, и он предлагает подписаться на него вашим друзьям. Ладно, друзьям, знакомым. А тут уже, кстати, вопрос окружения, да? Друзья, знакомые, кто вас будет чмырить? Допустим, я буду говорить про друзей. Но если действительно вас начинают гнобить друзья, тут вопрос уже стоит не совсем в том, как вы реагируете на критику окружающих, а на то, как бы, кто ваши друзья. Я думаю, этот вопрос здесь стоит на первом плане. Окей, вопрос с окружением я сейчас не буду трогать. Займемся этим потом. Допустим, это ваши все-таки знакомые. Знакомые начинают вам писать, что, ну, типа, ты полный олух, ты ужасно играешь, чувак, брось это дело, это не твое. Лучше иди, играй в компьютер. При встрече, когда вы с вашим кругом знакомых встречаетесь, какой-то чувак начинает подхватывать тему, что вы начали играть, смеяться, типа, юный Моцарт, как смешно. И другие люди начинают подхватывать, смеяться, и вы остаетесь в углу. Вы остаетесь, как белая ворона, которую все гнобят. И, ладно, гнобят, вам неприятно. Это, во-первых. Во-вторых, вы начинаете задумываться, а нужно ли оно мне? Нужно ли мне, чтобы из-за какого-то фортепиано, подумаешь, у меня портился статус в обществе? Про меня думали, как про идиота, который хочет под Моцарта? И у вас начинают появляться такие мысли. Это самый важный и переломный момент. Сейчас я вам скажу ключевую идею, что нужно делать в такой ситуации. Разберем два пути. Первый путь – это где вы продолжаете играть на фортепиано и забиваете на мнение окружающих. Второй путь – где вы прекращаете играть на фортепиано. Начнем со второго. Так вот, вас жестко попустили в вашем кругу общения. Вы это серьезно воспринимали на свой счет и решили завязать с игрой на фортепиано и загорели свой инстаграм-канал. Все, все нормально, все прекрасно. Друзья от вас отстали, потому что они про вас быстро забыли. Вы им, в принципе, нахер не нужны. Им нужна просто тема для Стеба. Вот и все. Они про вас забыли. Все, вы прекрасно себя чувствуете. Никакого дискомфорта. Вы также общаетесь с своими знакомыми. Кругу друзей и вы рады, потому что ура! Наконец-то я избавился от этого чмырения. Я теперь нормальный. Я как все. Я теперь как обычный человек нашего круга общения в нашем обществе. Я нихера не делаю. Меня никак не обижают. Вы находитесь в гармонии. Проходит два года. Все, продолжается так же. Вы общаетесь, все прекрасно. Думаешь, как хорошо. Проходит пять лет. Ваши дружеские связи начинают надрываться, потому что у каждого свои интересы. Каждый уезжает, куда он хочет и делает, что он хочет. Через 10 лет вы совсем не общаетесь. И тогда вы вспоминаете этот момент. Как же я все-таки хочу научиться играть на фортепиано. Но вот вам уже не 30 лет, а 40. Ну ладно, 30-40 это не такая большая разница. А если вы хотели научиться играть, допустим, в 20, а вам уже 50. Это уже большая разница, да? И вы понимаете, что те года уже не вернуть. Сейчас бы вы могли быть тем, кем вы хотели быть, а именно настоящим музыкантом, популярным музыкантом. Создавать музыку и на этом делать деньги, на этом зарабатывать себе на жизнь. Но вот вам уже не 20, вам уже 50. И годы ушли. Время прошло. И вы понимаете, что уже поздно. Уже я не успею. И тогда вы понимаете, что из-за каких-то подонков, которые оскорбляли вас в вашем обществе, вы сломали себе всю жизнь. Вы сломали мечту своей жизни и не осуществили ее. И теперь поймите, как тяжело это осознать в возрасте 50 лет, что ты так и не осуществил свою мечту. Ты остался никем. Из-за каких-то идиотов в вашем кругу общения. Друзья, это ключевая мысль. И постарайтесь ей проникнуться. Потому что если вы поймете ее смысл, любое общественное мнение вам будет просто по боку. Просто представьте действительно, что через 30 лет вы оглянетесь назад и поймете, что а если бы я тогда все-таки забил на их мнение, если бы я тогда все-таки делал, а не мечтал, и моя мечта не угасла из-за того, что ее погасили другие люди, тогда бы я сейчас был совсем другим человеком. Я бы жил той жизнью, которую я хочу жить. Я бы делал то, что я хочу делать. Это как раз-таки момент X. Ну, а второе, я думаю, план А. Первый вариант, исход событий. Я думаю, вам понятен. Вы забиваете на мнение окружающих, продолжаете делать то, что вам нравится. Потому что, запомните, люди будут меняться всегда. Они будут приходить, уходить. Это просто материал. Остаетесь лишь вы. Остаетесь вы наедине с собой. Я не говорю, что нужно к близким друзьям относиться как к материалу. Но я говорю, что, пожалуйста, фильтруйте, где вам нужно слушать себя, а где вам нужно слушать окружающих. В большинстве слушайте себя. Прислушиваться можно лишь к очень-очень-очень узкому кругу общения. Просто выделите его себе там 4-5 человек, и только их мнение вы можете реально воспринимать. Если вы правильно выбрали этот круг общения, эти 5 людей, я думаю, что они не будут порицать вас за ваше начинание. Если же они это делают, подумайте, правильно ли вы выбрали этих людей. На этом все. С вами был Ник. Обязательно пишите в комментариях, какую тему вы хотите, чтобы я осветил в следующем ролике. Мне будет очень интересно почитать. Спасибо большое вам за поддержку, потому что я читаю все комментарии, отвечаю на все комментарии. Не сказать, что их много, но на все 6 комментариях в прошлом видео я ответил. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok